Здравствуйте! С вами Мастер Спорта. Программа о спорте, физкультуре и здоровом образе жизни. Это 407 выпуск, новогодний, и мы подведем итоги спортивного 2019 года. А с вами по-прежнему неунывающий заряженной бодростью Сергей Кизоркин. Со мной не соскучишься. Самара провела чемпионат России по боксу. Сборная 63-го региона завоевала три медали. Баскетбол 3 на 3. Мемориал Юрия Тюленева. Юбилейный 10-й по традиции состоялся на площади Куйбышева. Международный марафон. В Самаре разыграли кубок главы города. Чемпион России определился в Самаре. Финал шести по пляжному футболу расставил всех по своим местам. Шесть лучших команд России по пляжному футболу приезжали в Самару. Определить в суперфинале чемпиона страны. Напомню, местные крылья советов в регулярке заняли лишь четвертое место. Кто получил кубок, расскажет Мастер Спорта. В этом году все взгляды российских любителей пляжного футбола были прикованы к Самаре. Здесь прошел суперфинал чемпионата страны. Местные крылья советов, к большой радости болельщиков, за медали в родном городе поборолись. Хотя перед сезоном были сомнения, в том числе и у руководства. Но все прошло хорошо. Крылья финишировали в регулярке на четвертом месте. После второго этапа, который проходил в Санкт-Петербурге, советы были и вовсе вторыми. Однако, этап в Саратове прошел неудачно. Но четвертое место можно все равно считать отличным результатом. Соперники титулованные. Проходил, наверное, с поддержкой болельщиков намного легче. Потому что, действительно, гранды пляжного футбола. Спартак и стал. Локомотив со всеми. Сыграли достойно. Чемпионат России по пляжке – самый сильный в Европе и один из самых сильных в мире. И здесь не до шуток. В России играют футболисты национальных сборных. Сюда едут топовые легионеры. Один из них – бразильский нападающий Лукау из крыльев советов. В этом сезоне он стал самым ценным футболистом. Спасибо команде, что она помогла завоевать этот титул. Это не только личный приз. Это приз команды. Это первый раз в моей карьере в России. Главный грант российского пляжного футбола сегодня – петербургский «Кристалл». Его часто сравнивают с мадридским «Реалом» в большом футболе. Команда стабильно играет в Еврокубках и на клубном чемпионате мира. Всероссийские соревнования «Кристалл» выигрывал четыре раза. Он действующий чемпион России. И был готов отстоять звание сильнейшего. В регулярном чемпионате питерцы финишировали на первом месте. Победила команда, которая лучше всех играла целый год. Она заслужила это. Игроки сделали великолепную работу. Суперфинал в Самаре стартовал 28 августа. Призеры определились 1 сентября. Команду разделили на две группы, по три в каждый. Крылья советов угодили ВАС, «Кристаллом» и «Сити». В «Б» сошлись «Локомотив», «Спартак» и «Дельта». Российский футбольный союз доволен тем, как проходит организация в Самаре. И то, что в этом году впервые проходит суперфинал, впервые мы именно в Самаре узнаем имя нового чемпиона, это показатель того, что мы успешно справляемся с поставленными задачами. В итоге самарцы сражались за бронзовые медали с московским «Локомотивом» и победили 3-1. Заслуженное третье место – это показала игра. Мы доминировали всю игру. Мы не давали даже усомниться в нашей победе. Как болельщик получил удовольствие, потому что пляжный футбол – он необычный. Очень много борьбы, очень много разных моментов, ударов через себя. Поэтому игра получилась. И то, что крылья стали третьими, конечно, это успех и для Самары, и для пляжного футбола в целом. В национальном чемпионате у крыльев Советов – это уже третья медаль. В 2011 году они становились бронзовыми призерами, а в 2015 – серебряными. Матч за третье место дает прямую путевку в Лигу чемпионов. Борьба была за Лигу чемпионов. Прекрасно понимаете, что это такое. Да, у нас нет денег, но это престиж, престиж города, престиж. Мы второй раз будем участвовать. Мы первый раз участвовали в 2016-м. Финальную пульку расписали гранты российского пляжного футбола «Питерский Кристалл» и «Московский Спартак». Действующий чемпион страны против участника Еврокубка. И как результат – упорная бескомпромиссная борьба за первое место. «Спартак» все три периода был в роли догоняющих, но так и не смог лишить питерцев чемпионского звания. 6-5 победа «Кристалла». Конечно, матч был очень тяжелым. Сегодня было реальное зрелище. Сегодня мы были немного лучше «Спартака». Я горжусь, что я тренер этой команды. Самарский международный марафон вывел на старт почти 4000 спортсменов. 207 городов планеты пытались выиграть Кубок главы города Самары. Дистанций было несколько, в том числе и для детей. Мастер спорта покажет праздник спорта. Международный марафон на Кубок главы города Самара начался с традиционной разминки среди спортсменок и Анна Васильева. Выходной она, как всегда, проводит с пользой для здоровья. Бегом увлекается уже 7 лет. На пробежки выходит регулярно, в любое время года, при любой погоде. За прошлый год набегло больше 5000 километров. В этом году я за два месяца пробежала три марафона, а вот сегодня у меня трешечка и десяточка. Заявку на участие в третьем международном самарском марафоне подали более 3500 человек. И профессионалы, и любители. Глава города Елена Лапушкина перед стартом пожелала удачи участникам соревнований. Я понимаю, что не все могут быть победителями. Но все могут получить удовольствие от бега, от общения друг с другом, чего я вам от души желаю. Городской департамент спорта постарался разнообразить программу соревнований. Спортсмены бежали несколько дистанций. Первыми стартовали участники самой длинной, в 42 километра. Это и есть марафон. Три, два, один. Воливали, 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 красавцы. Также спортсмены бежали полумарафон. Это 21 километр, а также дистанции на 10 и на 3000 метров. Команды определили победителей в корпоративном забеге. Мне в этом году исполняется 60 лет. Я второй раз участвую в самарском марафоне. Приезжаю из города Сызрани. Громче, друзья, красавцы. Атмосфера всегда изумительная. Отдельный забег на короткую дистанцию городской департамент спорта организовал специально для детей. Стартовали малыши в возрасте до 10 лет. Самый юный освоил только ходьбу. Но вместе со спортивными родителями уже на беговой дорожке. Денежные призы достались спортсменам, которые показали достойные результаты в одной или нескольких дисциплинах. Призовой фонд Самарского международного марафона составил 1 миллион рублей. Спортсмены приехали из 207 городов России. А на старт также выходили представители национальной сборной по легкой атлетике. Не прошло и недели после марафона, а уже баскетболисты вышли на площадь Куйбышева поиграть в уличную версию баскета 3 на 3. Вспомнить знаменитого самарского тренера Юрия Павловича Тюленева. Еще вчера Вячеслав Чесноков грезил о профессиональной карьере баскетболиста. Но попасть в команду мастеров БК Самара оказалось не так-то просто. Теперь он стритболист. И новый формат игры 3 на 3 на свежем воздухе для него новые испытания. А турнир Самара Оупен – первые серьезные соревнования по стритболу в родном городе. В том году у нас сделали ночную лигу первый раз в год. Туры, играем, практика, здорово. Уже немножко поднимаемся на уровень выше. Если будет проводиться такой турнир не один раз в год, а хотя бы три, это уже будет скачок для всех игроков. Самара Оупен – ежегодный турнир по уличному баскетболу. Проходит при поддержке городского департамента спорта. Мемориал посвящен самарскому тренеру Юрию Тюленеву. Свои поздравления на церемонии открытия турнира через видеообращение с командировки передал самарский губернатор Дмитрий Азаров. Он впервые за 10 лет не смог сыграть в выставочном матче на Самара Оупен. Я думаю, прекрасная память об этом замечательном человеке, наставнике, этот турнир. Я хочу сердечно поблагодарить всех гостей, которые прибыли к нам из разных регионов, из разных стран, для того, чтобы вместе с нами принять участие в этом турнире, который стал настоящим праздником для всех любителей спорта в Самарской области и далеко. За ее пределы. С каждым годом уровень соревнований растет. 23 площадки, 250 команд из Самарской области и других регионов страны. Впервые матчи прошли в категории элит. Здесь играли топ-команды из Польши, Прибалтики, Казахстана и России. Призовой фонд – 1 миллион рублей. По традиции открывал соревнование «Матч звезд». Стритболисты, известные политики, бизнесмены и спортсмены. Когда вас спросят, а что же такое массовый спорт, вы должны ответить, приезжайте в последние дни августа или первые дни сентября в Самару, и вы своими глазами увидите, что такое массовый спорт. Я желаю всем красивой, бескомпромиссной борьбы, но самое главное в массовом спорте – это здоровье. На фестивале «Самара Опен» золотые медали получали не только города Самары и Тольятти. Так, в категории девушки 16 плюс второе место заняла команда из отрадного, третья из Клявлина. В самой престижной категории элит золото досталось латвийскому гетто, которая в финале обыграла самарскую команду поколения. 21-12 финишировал 10-часовой спортивный праздник концертом популярной музыки. Самара посчитала золотые, серебряные и бронзовые медали, денежные призы и автомобили. В МТЛ-арене в ноябре прошел чемпионат России по боксу. Кто попал в национальную сборную и поедет на Олимпиаду 2020 года в Токио, расскажет мастер спорта. Обладатели золотых медалей, кроме полумиллиона рублей, получили и одну из этих машин Тольяттинского автозавода. Свою «Ладу» в Дагестан увез и Шахабас Махмудов. Это его первая машина. Боксер выступал в двух зачетах – за родную республику и за Самарскую область. Стимул конкретный за такие призы биться. Спасибо большое. Чемпионат России по боксу среди мужчин стартовал в субботу, 9 ноября в Самаре. Соревнования проходили в 10 весовых категориях. Чемпионы и восьмерка сильнейших в каждом весе попали в национальную команду на квалификационный турнир к Олимпийским играм 2020 года в японском Токио. Спортсмены будут бороться за путевки весной в Лондоне. Самару для проведения чемпионата страны по боксу выбрали не случайно. Федерация бокса России уже третий раз подряд проводит конкурс. В этом году было 15 регионов претендентов. 63-й представил лучшую презентацию. Принимать гостей, принимать спортсменов столь высокого уровня, когда, как вы сказали, ставки столь велики, конечно, надо обеспечить максимально комфортные условия пребывания, предсоревновательные тренировки, выступления, этапы восстановления перед следующими боями, кто дальше проходит. Это, конечно, тоже очень ответственная работа. В целом она проделана. В Самару приезжали действующие чемпионы мира, представители сборной России. Но они не участвовали в турнире. Как и приглашенные ветераны бокса, лидеры проехали по разным городам и селам области с мастер-классами и семинарами. Шоу открытия чемпионата прошло субботним вечером. Среди почетных гостей – руководство Федерации бокса России и правительство Самарской области. Открывал соревнование губернатор Дмитрий Азаров. Я очень рад, что имена чемпионов нашей родной земли создают условия для того, чтобы мы вновь и вновь принимали турнир высочайшего уровня – чемпионат России по боксу. Я уверен, что этот турнир откроет и новые имена звездных бойцов. Департамент спорта администрации городского округа Самара активно и регулярно поддерживает работу городской федерации бокса, рассказал спортивный чиновник, глава ведомства Дмитрий Чеканов. Да, это один из самых ярких, зрелищных, самых интересных адреналиновых видов спорта. Я сам, как большой полковник единоборств, уделяю много времени и внимания подобным видам спорта. Сборная Самарской области, как хозяйка турнира, выставила на соревнования 13 бойцов в 10 весовых категориях. Главные претенденты на Олимпиаду – Федоров, Абасов, Маркелов. Имена чемпионов стали известны в субботу вечером, 16 ноября. Посмотреть на чемпионов, взять автограф и сделать селфи – приезжали гости с разных городов России. Бои запомнились, и сам чемпионат проходит на высшем уровне. В финальном поединке в средней весе встретились два боксера Самарской области – Вахид Абасов и Шахабас Махмудов. Поединок получился равным. Судьи отдали победу Махмудову. Я выиграл бой, я так считаю. Потому что я честно сам с собой и с вами. Все три раунда намного, или на чуть-чуть я выиграл. Золото, серебро и бронза. Самарская область на домашнем чемпионате России выиграла три медали. И еще одно достижение. В сборную страны попал тяжеловес Артем Сусуньков. Итого четыре спортсмена поедут на отборочные соревнования за путевками на Олимпиаду 2020 года в Токио. Кроме спортивных наград, призеры еще и хорошо заработали на Самарском чемпионате России. За третье место чек 100 тысяч рублей. За второе 300. Чемпион уехал на Ладо Вести и увез полмиллиона рублей. На сегодня это все. Но это еще не финал. Мастер спорта. Еще покажет все самое интересное, что происходит в спортивной Самаре. Но уже в новом спортивном 2020 году. Я Сергей Кизоркин. И помните, любите спорт и занимайтесь физкультурой. До встречи.